Всем привет, дорогие друзья! Мы приехали сегодня в Кабардинку. Мы были в последний раз здесь 19 июня, как раз перед отменой карантина. И сейчас мы решили приехать снова и посмотреть, насколько изменилась ситуация в плане туристов, инфраструктуры, магазинов и всего прочего. Сейчас мы идем по центральной аллее в сторону центрального пляжа, в центральной Кабардинке. В самой центральной части Краснодарского края. И в центре мира. Слушай, она оживленненько, да, в Кабардинке? Очень-очень оживленненько. Что было, помнишь, с 19 числа, когда мы приходили? Здесь, наверное, 4 человека шло по этой аллее. Это ты и я, и еще 2. И двое детей. Мы были одни здесь практически. А сейчас уже вдалеке даже кажется, что толпа, да? Да. Сейчас мы еще придем на пляж, обязательно посмотрим, что происходит там. Я думаю, что видео сегодня будет очень познавательное. И на самом деле все задаются этим вопросом, ехать ли на отдых в Кабардинку в сезон 2020. Я думаю, что сейчас каждый оценивает ситуацию по своим финансовым возможностям. Кабардинка уже живет, вошла в обычный ритм жизни и работы. И все работает в штатном режиме. Вы можете свободно приезжать сюда на отдых, бронировать, снимать жилье, все кафе, заведения, рестораны, торговые точки. И развлечения у нас уже открыты. Некоторые развлечения типа аквапарков, которые находятся в Геленджике, они будут открыты с 21 июля. Поэтому вы можете приехать как раз в конце июля, в августе уже 100% у вас будет полноценный отдых со всеми пожеланиями, так сказать. Большой ассортимент различных курортных товаров, кругов, одежды, очков, шезлонгов в мягких смысле. И сувениров, ребят, аптеки, косметика. О, смотри, море косметики. Закрыто. Краснодарский чай, смотри. Общепит уже полностью весь работает. От маленьких, так сказать, точек питания до крупных ресторанов с громкой музыкой в вечернее время. То есть, также с разным уровнем обслуживания и качества. Да, правильно ведь я говорю? Да, то есть, здесь на любой вкус и цвет, в принципе, вы можете выбрать что-то конкретное для себя. Ой, господи, я запнулась. Меня стабилизатор сдержит. Покормить крокодилов. Слушай, а по-моему тут есть крокодиловая фирма, если я не ошибаюсь. Есть в Кабардинке дельфинари, если я не ошибаюсь. Нет, дельфинари сто процентов есть. Да, вот сейчас обязательно мы посмотрим, что у нас происходит на пляжах. И пойдем в сторону. Подожди, у нас есть два варианта. Мы можем пойти направо, в сторону колеса обозрения. И можем пойти налево по мостику. И там также набережная. Там, кстати, есть волейбольная площадка. Вот я хотела бы очень посмотреть, играют ли в Кабардинке волейбол вечером. Днем я видела, была недавно, по делам не играют. Но очень интересно посмотреть, играют ли вечно. В общем, ты предлагаешь налево. Вот я предлагаю решить как-то. Сначала мы сходим на пляж. Мы можем подняться на причал и посмотреть с причала, как это все красиво. Как это все, где много людей. Вот центральный пляж. Кстати, хорошее заведение кафе Бриз. Видим, что мелкие развлечения уже открыты. И, в принципе, народу предостаточно. Очень даже. Все работает. Ущемлений никаких для вас не будет, если вы выберете время отдыха даже завтрашнего дня. Сегодня у нас одиннадцатая... Ой, я не... Блин, мне особо в лоб резвость. Давайте, если к нему в волну мы такем. Да, 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 да. Обязательно мы. Нормально, что мне сейчас в лопаста? Кристина, это нормально? В лопаста. Пойдем на причал. Смотри, какие волны. В принципе, ветра нет. Да, конечно. Офигеть. Смотри, сколько людей. Что-то волны, да, такого волны? Да, да, почему так? Вроде... А, но вчера же был у нас... Шторм? Штормик небольшой. Слушай, прилично, конечно, людей на пляжах уже... Ты представляешь, чую разницу, какая обстановка была 19 июля во время карантина, да? Да, но уже первые туристы у нас на тот момент были. И какая обстановка у нас сейчас? А прошло всего лишь. Однозначно поток туристов пошел только сейчас. Прямо он прям активно, все курорты начали набирать свои обороты. Ну да, вода, конечно, не чистая. У нас вчера был сильный ливень и гроза. И по этой причине, я так думаю, волны, потому что сегодня еще есть остаточный ветер. Сами видите обстановочку. Людей предостаточно очень даже. Уже я бы сказала, что нету свободных мест. Лично я не люблю, когда такое количество людей на пляже. И стараюсь в такое время года, как июль и август, вообще уезжать с города, чтобы купаться и отдыхать на таких пляжах, где не такое количество туристов. Я смотрю по всему берегу, вон даже где лодочка Моната, там тоже, смотри, сколько людей на пляжах. Я предлагаю тебе сходить туда, потому что в той стороне мы уже были, а в той стороне мы еще не были. И там также есть капе-ресторан. Смотри, какие волны. Ну так-то это, если честно, опасно, особенно для маленьких детей. М-м-м, да, душ. Да, пойдем, пойдем кататься. Пойдем. На Котомаране пойдем кататься. В этой стороне, в набережной, где колесо обозрения, мы уже были. Мы туда снова сегодня не пойдем. Обязательно приедем в следующий раз и уже прогуляемся в ту сторону. И обязательно приедем в вечернее время, потому что вечером кабардинка очень круто светится. И что происходит? Внимание, прыгать с причала запрещено. Понятно? Повторяем, прыгать с причала запрещено. Так, ребята, сейчас я хочу обсудить с вами жилье, цены на жилье сезон 2020 года. В принципе, по соотношению цен Геленджик, Дивноморская и Кабардинка, в принципе, отличий нет. Все стандартно, то есть цены одинаковые. Экономы у нас стоят от 500 рублей с человека. В эти экономы входит вентилятор. Где-то, может быть, есть кондиционер. Санузлов в номерах нету. Номер будет, соответственно, небольшой. И, скорее всего, так сказать, старый, наверное, по мебели, ремонту и все прочее. Вот 500 рублей с человека – это стандартная цена. Я думаю, что минимальная цена – 500-600 рублей. Допустим, если вы хотите номера с санузлами, с кондиционерами, с холодильниками, это уже стоимость от 750-800 рублей с человека. То есть 2500-3000 будет стоить вот такой вот номер с хорошей мебелью на троих человек с, соответственно, с санузлом. В номере шкаф, какая-то посуда. И, соответственно, везде, в каждом гостевом доме, в каждом частном секторе у нас есть кухня, где вы можете приготовить, покушать. И расстояние до моря также варьируется, но разное. У экономов есть 5-7 минут до моря, и есть у стандартов с санузлами тоже 5-7 минут до моря. Соответственно, есть больше. Если вы хотите прям очень-очень близко, готовьте свои кошельки, потому что цены, соответственно, чем ближе к морю, тем дороже. Господи, не надо. Моушн, сядушь, Кристина? Да, сейчас я. Первый в мире аттракцион. Да. Девчонка, приходите поорать. Обязательно. Да. Спасибо. Мы в космос уедем. Кто? Кого? Ой. Тоскира. Так, идем дальше. Это часть набережной. Также у нас разве там... Ой, смотри, какие. Кристина, ей. Смотри. Не, ну красиво, да? Цветный. Смотри, как классно. Ну это-то, нет? Не, ну это зато необычные, потому что я все время вот эти блестящие всякие различные вижу. А тут, смотри, какие красивые есть. О, вопш. Может быть, такой цветочек реально сделать? На шее где-нибудь. Классно, классно. Я запомню вас. Я когда-нибудь к вам приду. Поверьте. Ой, что такое платье моё? Ветер, ветер, да? Могуч. Также работают кафешки, всякие точки. А, кстати, есть прям очень приятный бонус. Тут можно подзарядить телефон и есть на территории пляжа Wi-Fi. В Геннаджике, к сожалению, пока такого не придумали, но в Кабардинке уже всё это, соответственно, есть. Этот пляж у нас называется метро. Метро? Интересно. Очень, да? Вот, кстати, сетка. Площадка пляжная. Никто не играет. Ну, во-первых, жарко на данный момент. И действительно тяжело играть в жару. Очень. Я по себе знаю. Но к вечеру, вроде, насколько я знаю, я вижу, что песок немножечко взбит. Я предполагаю, что здесь вечером играют. Вчера часов 7. Вот. Поэтому, если вы хотите поиграть в волейбол, вот вам развлечение. Приходите сюда и будете тут играть. Смотри. Райский уголок. Такие красные на сиденье. Да, ведь? Детские площадки. Полностью. Кабардинка сделана конкретно. Вот, да? Заточена под отдых с детьми. Тут все есть для детей. И все есть для детей и взрослых, я бы сказала. Как взрослые развлечения, так и детские развлечения. И весь общепит на любой вкус и цвет. И все есть. Я думаю, что это на каждом пляже. В Геленджике такое? Нет, понятно, что в Геленджике это тоже есть, но тут как-то по-другому все сделано, что ли. и смотри. Потому что Кабардинка наша небольшая. Она маленькая и все находится в одном месте. Да, да. Я тебя перебила сейчас и типа такая я речь толкнула. Слышишь? Твою речь я толкнула. Я первая. Пойдем, подойдем вот сюда. Посмотрим, какой тут пляж. Ну, волны сегодня прям такие добротные. Катамараны даже не выставляют. Вообще синее, голубое ну и коричневое соответственно, потому что ил поднимается. Нет, нет. Ну, некомфортно, когда волны. Здесь обычно очень чистая вода, когда штиль. тут она просто она и прозрачная, чистенькая и нету ни волны, ничего. А так купаться не очень интересно. У нас даже посмотри, спущен флаг. Почему? Да, то есть сейчас не рекомендуется купаться, я так понимаю, да, потому что в корне. А вон, смотри, какой пляж. Это что за пляж? Смотри, там тоже сколько людей. здесь уже в разуменьсе людей, да? Да. Шезлонги полупустые. Тот все-таки самый активный. Прям видно даже отсюда, что. Он, центральный пляж, самый активный, забит просто максимально. пляж. Так, ну, в принципе, я думаю, что на сегодня мы достаточно рассказали и показали вам информацию, достаточно рассказали вам информацию и показали кабардинку на сегодняшний день. Ребята, делайте выводы сами. Если вы хотите приехать в кабардинку на отдых, то собирайте чемоданы, покупайте билеты и вперед. Никаких запретов на въезд других регионов нет. Хоть на машине, хоть на самолете, хоть на поезде. Ребят, я думаю, что вам надо отдохнуть. Далеко. О, Боже. Морские прогулочки поедем. Что вам надо отдохнуть и приехать сюда в Геленджик на отдых и зарядиться энергией солнца после карантина. Ребят, всем пока. До скорых встреч. Пока.